Часов. И Читовкина, мама ученицы, директор Ольга Владимировна Сергеева преподавателя. Она пригласила меня к представителям. Вот мы вчетвером. И госпожа Ичитовкина, начни, не понравилось, что я присутствую, она вызвала, видимо, подмогу в лице мужа. Сказала, Миша, приезжай. Мы разговаривали, и в определенный момент открылась дверь, ворвался, натурально ворвался Ичитовкин, подскочил ко мне и сразу начал наносить удары. Сразу же. Бить. Бить. Множественные удары по голове и по корпусу. Я защищался, ответных ударов, естественно, не наносил. Понимаю, что это делать нельзя. И когда сначала он прекратил наносить, я уже стоял перед ним прямо, и он мне прямой в голову вот так. Прямо вот так. Отсюда, видимо, не отпечаток. Я, видимо, успел голову выклонить, поэтому нос... Боже, предметов не было, по-моему, только. Ну, у него был какие-то здоровые. Вот. Я, Вячеслав, вот с этого места, вот с этого места, я отлетел... Да, он летел до тумбочки. Я, если бы не стена, я бы еще дальше улетел. Ну, мне 110 килограмм, так. Вы сейчас в отдел полиции сможете поехать? Я в отдел полиции сейчас. И зачем мне на месте заявление напишите? Я напишу заявление дома и направлю, конечно, как всегда. То есть мне сейчас нужно направление, но все-таки нет, это потом. То есть я позвонил в дежурную частью инверсии Петербургской области, сделал сообщение о преступлении, и прошу, конечно же, пока устно, прошу это уже запаспировать, прошу возбудить уголовное дело. По факту причинение мне вред будет установлено, пока по факту нанесения мне побоют. Из хулиганских побуждений. Значит, гражданин, еще запишите, выражался нецензурной бронью, в мой адрес оскорблял меня. Сразу же, чтобы потом не сказать, что ты писал меня, соман друг. Подождите, алло, это ПСВ, 18, выключите. И до здесь. Спасибо.